Приветствую вас! Здравствуйте все, кто заглянул ко мне на канал. Друзья мои, сегодня необыкновенный вкусный рецепт. Все, кто зашел, гости мои, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. У нас весело, вкусно и вообще прекрасная атмосфера. Друзья, будем вкуснейший десерт готовить. Будем кекс с творогом. Вот, очень вкусный. Это просто необыкновенный. За уши не оттянешь. Для кекса с творогом нам понадобится пачка творога 200 грамм, немножечко ванилина, ванилина, не ванильного сахара, можно там пачку ванильного сахара. У меня ванилин будет капелька. Два яйца, ложка соды или разрыхлителя, стакан сахара, 1 третий стакан растительного масла, можете заменить 100 грамм сливочного масла или маргарина, кто что употребляет. Два стакана муки, щепотка соли. Приступаем. Нам понадобится форма, в которой мы будем печь, которую мы будем смазывать растительным или сливочным маслом, посыпать мукой или манной крупой или панировочными сухарями. Вот, еще миксер для взбивания теста. Приступаем к приготовлению нашего наивкуснейшего кекса творожного. Итак, друзья, в первую очередь, что мы сначала делаем? Сначала мы берем яйца, сахар и масло. У меня растительное масло. И делаем такую эмульсию. Хорошо взбиваем миксером. Ну, можно руками, но только попросите для этого сильного и терпеливого человека, который вам это сделает. Ну и, конечно, венчик. Я это буду делать миксером. Вот. У кого есть машина специальная, готовьте в машине. Итак, разбиваем два яйца. Здесь можно класть четыре, три яйца. Вообще, кекс очень вкусен, если вы, что-то, четыре яйца на два стакана муки. Вот. Итак, два яйца. Не полный стакан сахара, где-то 180-190 грамм. Можно полный. Три. Одна третья стакана растительного масла. Сюда же. Сразу же можно добавить щепоточку соли. Щепоточку соли для контраста. И все. И взбиваем. Я отключаю, потому что будет очень сильно шуметь. Постараюсь быстренько так сделать, чтобы как бы не накалять. Ложка соды чайная. Как бы быстро получился у меня видео такое коротенькое. Очень хочется сделать коротенькое и доступное. На кончике ложки ванилин. Ванилин, еще раз повторяю, не ванильный сахар. Друзья, можно добавить лимонную цедру, какао, кусочки шоколада, любые цукаты. Или этот самый, изюм. На ваше усмотрение, понимаете. Хочу вам показать. Вот такая вот хорошая сбитая масса у меня получилась. Это важно. Она должна быть однородной. Добавляем пачку творога. У меня 200 грамм. Можно 180, можно 150. Я ее взбивать, наверное, не буду. Сейчас немножко так расколошмачу. Потом добавлю муку. Я люблю, когда не очень сильно разбит творог. Потому что творог у меня очень хороший, мягкий, незернистый. Теперь добавляю рассеянную муку. Сейчас я сначала стакан добавлю, посмотрю консистенцию. И потом будем ориентироваться уже дальше. Так, примерно стакан. Размешаем сначала так, не спешим взбивать. А то сейчас как все полетит и будет припудрена у нас и украшена вся кухня. Взбиваем. Так, по-моему, стакана хватит. Да, хватит стакана. Я взбиваю до однородности. Друзья, я думаю, у меня немножко густовато получилось. Но надо было ровно стаканчик, наверное, 180 грамм. Вот. Я добавлю немного молока. Можно одно яйцо добавить. Я добавлю молока. Вот прям. Вот, наверное, одну четвертую часть молока я добавлю и хорошенько взобью. Что самое важное в тесте для кекса, это кремообразное тесто. Тесто должно получиться кремообразное. Только тогда кекс у вас будет необыкновенный. Вот такое вот прям. Чтобы захотелось вам его скушать. Тогда он самый настоящий. Сейчас я смазываю форму маргарином и посыпаю манной крупой и выкладываю тесто. Друзья, я уже не раз говорила, что кекс это масляный бисквит, да? И вот смазала маргарином, посыпала обильно манной крупой. И если вы хотите сделать торт, допустим, вы сделаете две порции, да? И хватит, если маленький, то одной порции хватит. И просто тупо в других формах, прямых таких или круглых, какие вам больше нравятся, выпекайте. Можно большим, ну, всей частью выпекать, а потом разрезать. Он прекрасно пропекается. Вот, пропекаем минут 40-45, в зависимости от духовки. Ставим только в разогретую духовку. Хорошенько разогреваем. Можно даже на одно деление больше разогреть. Затем, когда поставишь, минут 5 дать ему сильно прогреться. И затем, не открывая духовку, поставить уже на нужную температуру. Допустим, я выпекаю на 210 градусов. Девчонки там говорят, что в современных на 180 выпекают. Я не знаю, поэтому не могу утверждать. Вы уже смотрите там по инструкции. Вот, поэтому все кексы подходят для тортов. Все масляные бисквиты. Любой крем, хоть жирный, хоть заварной. Вот, хоть сметанный, хоть белковый. Какой вы хотите. Я считаю, что масляный крем, масляное тесто, вот это масляный бисквит, то есть кекс, он вообще универсальный. Очень вкусный, универсальный. Любые начинки к нему подходят внутрь, как в тесто, так и в кремы, так и сверху можно поливать и шоколадами, глазурями. Короче, чем хотите. И просто сметаной смазывать, и фруктами прослаивать. Вообще, это уникальное тесто. Поэтому я обожаю вот это вот тесто, масляный бисквит. Обожаю кексы, потому что они потрясающе вкусные и необыкновенные. Вот, так. Сейчас мы поставили форму сразу на ростой минут 15-20, чтобы у нас заработало все в организме нашего теста, и оно превратилось просто во вкусняшечку. Вот. Духовочку включим перед тем, как ставить, минут за 5. У кого как она, смотря. Вот так трясу, чтобы все там вот эти вот ямочки заполнило. Так что, друзья, минут 15-20 тесто стоит. Затем ставим в разогретую духовку на 210 градусов, на 180, если у вас современная духовка. Ну вот, друзья, духовка у меня стоит на где-то 250, наверное. Кексик наш постоял, ставим его в духовочку, да, поможет нам вселенная, пусть будет вкусный, пропеченный, пышный, румяный, необыкновенная вкуснота. Сейчас у меня вот на большой, на девятке. Я пеку на семерке. Сейчас через 5 минут, ну, можно через 3. Когда воздух горячий, активно начнет действовать на наш кекс, мы убавим до 210. Тогда он будет офигенно пышный. Черныш подходит и орет вокруг дружка. Противное животное. Ну все, друзья, минут 40-45 в зависимости от духовки и от слоя теста в форме. Проверяем шпажкой, зубочисткой, спичечкой. У меня вот такая вот шпажечка. Вот. Поэтому наличие, если она сухая, нет на ней кусочков теста, вот просто сухая, значит кекс уже готов. Вот. Я в процессе переставляю его, когда смотрю, как он припекает, запекается, пропекается. Если он немножко сверху вылазит, я его ставлю на серединку, а потом, чтобы сильно зажарился, ставлю на самый верх. Ну все, да поможет нам вселенная. Друзья, вот прошло 20 минут, как я поставила, да, мне нужно срочно посмотреть, что там, потому что я совсем забыла, что творожное изделие, оно очень быстро зарумянивается. Не знаю, почему происходит такая штука. Вот. Ну, короче, будем смотреть. Кекс. Видно, вот смотрите, 20 минут всего прошло, а он вот такой вот румяный. Вот. Поэтому нам нужно его... Главное, чтобы он не осел. Ну нет, конечно, он еще, видите, очень мягкий, а он должен быть плотным. Вот. Ну вот он зарумянился. Вообще очень интересно получилось. Будем ставить. Стоит он у меня на нижней полке, я так его и не трогаю. Мне кажется, что он немножко опустится, потому что он как будто внутри такой полый. Вот. Не знаю, почему так произошло. Это, видимо, из-за того, что реакция творога с этим... с содой пошла, поэтому... И вообще я же первый раз творожное на растительном масле, по-моему, делаю первый раз. Ну, ждемся. Друзья мои, у меня какая-то... какой-то казус происходит. Смотри, я седает. Я никогда такого вот... Странный какой-то кекс. Вообще меня это поражает. Это что такое? Может, правда, от растительного масла? Меня он как-то немножечко смущает. Вообще творожное тесто, оно немножко должно быть мокроватое. Вот оно вот... Вся площадь проходишь, а там внизу как будто влажность какая-то. Вот. Видите, оседает. У меня какое-то подозрение, что что-то круче. Видите, видите, смотрите, смотрите. Видите, я говорю, оно надутое. Вот. Творожное изделие. У нас всегда надувается. Кто заметит, там печенюшки, кто печет пироги. Творожное всегда. Вот я не знаю, что делать. Я сейчас, знаете, что... Я возьму нож. И тогда я пойму. Вот он мокрый. Вот он мокрый. Вот он мокрый. Еще внизу. Ну, хотя он стоит внизу у меня. Ну, ладно. Я еще поставлю. Я накрою, наверное, фольгой сначала. Вот точно. Накрою фольгой, чтобы уже не дергаться. Потому что сверху уже, видите, температура... Я даже его не поднимала. Температура та же. Так. Это как фольга у меня страшная. Нет, ничего страшного у меня не будет. Мне главное, чтобы она не подгорела. Вот так я убираю в духовочку обратно. Еще, наверное, минут 5, может, 7. Вот так, друзья. Я не знаю, сколько там... Больше 30 минут уже прошло. Я уже прямо сижу в комнате, там смотрю передачу «Спасибо, шеф». Там, где Леня и Сергей ходят по кафешкам и пробуют всякую простую дешевую еду. Ну, хорошую, но дешевую при этом. В основном национальную кухню. И, короче, я выключаю. И я там очень сильно почувствовала запах. Прямо чувствую запах, как будто бы уже прямо... Прямо-прямо уже, по-моему, подгорает. Ну, ладно, будем проверять. Вот, видите, как он осел? Когда я вынула его, он осел. Сейчас я его... На блюдо сразу трахну. Хотя надо вот ждать, пока остынет. Вот это то, что он осел, это нормально, друзья. Это творожное изделие. Оно всегда так сильно поднимается, воздушно такое получается. Сейчас я его переверну вот сюда. Хотя надо ждать, пока остынет. Но я не буду ждать. Будем надеяться, что оно хорошо вытряхнется. Вот. Блин, что такое? Так, друзья. Проблема, будем ждать. Так, друзья, нормально, он у меня вытряхнулся. Зайчик мой. Я так немножко просто лопаткой по кругу так прошла легко. Вот. Отлично. Вывалился. Сейчас мы его с сахарной пудрой немножечко. Он, конечно, еще горячий. Надо на остывшую уже сахарную пудру таять сейчас начнет, наверное. Вот. Ну, чтобы такой более-менее эстетический вид был. Ну, все. Сейчас я отрежу пудрой, мальчик, и посмотрю, что у нас там получилось. Я прямо при вас это буду делать. Уже так сегодня припизнилась я. Время уже 10-го. Вот. Уже поздно. Так. Давайте вот так я вас сюда поставлю, обрежу. Так, немножечко накрую. И буду резать. Выпечку лучше резать холодной и вот такой пилой. Ну, у меня горячая, и я режу пилой. Видите, он осел там внизу, а здесь вроде ничего нормального. Потому что надувается-то сверху, не снизу. Поэтому хорошо бы, конечно, в идеале это все... Кстати, можно такой манник делать. Манник с творогом. Я делала. Очень вкусно получается. Вообще необычная вкуснотища. С ваниленчиком, с изюмчиком. Или с лимонной кислотой. Ой, брррр. Прошу прощения, с лимонной цедрой. Это будет нечто вообще. Отпад. Ну что, да поможет нам Вселенная. Сам толстый кусок. Ой, друзья, это необыкновенно. Ой, ням-нямочка какая. Ой, ням-нямка. Ой, вкусняшка. Какие интересные птички получились. А-а-а, прикольно. Так. Ну вот так вот получилось. Давайте лучше вот так. Вот так вот сделаем. Вот так вот красивые такие птички у нас получились. Вот такая птичка. Невеличко. Очень прикольная и вкусная птичка. Пробовать невозможно. Видите, прям кипяток. Поэтому. Пробовать я не буду. Буду ждать, пока остынет. Здесь такой-то вкус мальчик отщепленный. Совсем малюсенький. Ну прям невозможно. Вы что, я столько вынула. Смотрите, какая... Ну влажная структура, конечно, потому что это творог. Но он весь пропекся. Посмотрите, какой воздушный. Вот воздушный. Вообще необыкновенно, конечно. Потрясающе воздушный. Вот отлично все пропеклось. Вот. Ай, какая прелесть. Сейчас я, конечно, этот вкус мальчик я... Вот еще сейчас слюна у меня прям не сфотографировала. Вот этот цвет такой коричневатый, это придаёт растительное масло. Я уже это заметила. Когда пекла на маргарине на сличном масле, вот цвета такого не было. А это вот растительное масло. Всё, пробую. Друзья, это вкусно. Это офигенно, конечно, вкусно. Это в сторонку, потому что мне надо фоточку сделать. Фоточку. Для меня очень необычный вкус. Просто необыкновенная. Друзья, желаю вам всем кулинарного вдохновения. Радости бытия, благодарных ядоков. Ядоков. Ходите по ссылочкам, ставьте дизлайки. Ставьте лайки. Звоните в колокольчик. Чтобы моё новое видео к вам первым прибежало. И вы получили хорошее настроение и самочувствие. И приобрели новый рецептик. Вы бежали на кухню готовить. Делитесь в своих сетях, оставляйте в плейстах. Друзья мои, всего вам самого доброго. Благодарю вас за вдохновение. За то, что вы есть. За то, что у меня есть возможность творить, делиться с вами. Просто общаться. Я благодарна Вселенной за то, что есть у меня такая возможность. И за то, что есть у меня вы. Благодарю. Желаю всего самого доброго. До встречи. Чао-ка-као. Субтитры сделал DimaTorzok